Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, хотелось бы узнать, как можно решить проблему зажатости. Откуда истоки такого поведения, мне тоже непонятно, препостилок к этому не было, не могу свободно общаться с людьми. Жить в сёссиуме, это всё напрягает, многие говорят, обратиться к специалисту. Заранее спасибо за ваш ответ. Проблему зажатости можно решить через работу со страхом отвержения, например, со страхом оценки, например, работа самооценки. То есть, здесь, в этом смысле, какая здесь происходит ситуация. Вы с общением, с общением с людьми, вы переключаетесь на себя. Вот, то есть, на то, как вот вы выглядите. Ну, для людей. Вот, и, соответственно, вам, конечно, становится очень-очень непросто, потому что, ну, а с чего, с чего, с чего вам будет просто, да, если, ну, если через общение, да, вы пытаетесь решить, вот, какую-то свою проблему. Ну, то есть, то есть, зажатость, зажатость, она вот, ну, в принципе, работает так, что вы в этом смысле. Решаете, ну, вот, какую-то свою проблему. Вот, ну, в первую очередь. Дальше идем, значит, дальше. Вы пишете, откуда исток такого поведения, мне понятно, а предпосылок к этому не было. Это вопрос, были ли или нет предпосылки, потому что, вряд ли, наверняка, кто-то может, с уверенностью сказать, что у вас не было предпосылок. Ну, на самом деле, если бы, предпосылок не было, то, вряд ли бы вы, такого поведения, ну, такого поведения, придерживались бы. Поэтому, я бы, вот, не стал бы, пока что, утверждать, ну, утверждать, наверняка, что не было предпосылок. Скорее всего, вы, просто, чего-то, ну, чего-то не знаете, скорее всего. Или, скорее всего, чему-то, вот, не придаете, ну, не придаете, не придаете, не придаете значения. Вот, на мой взгляд, так это происходит, т.е. вот пока что вы, ну, в этом смысле, в себе просто не уверены, и все. Как мне, по крайней мере, кажется. И работать, соответственно, работать вам, на мой взгляд, нужно именно с этими аспектами, которые я описал, да, и которые вот я раскрыл сначала. Дальше идем. Значит, не могу свободно общаться с людьми, пишите вы. Что вас напрягает в этом смысле? То есть, ну, давайте, давайте попробуем вот, ну, как-то посмотреть, да, поисследовать вот, что вас напрягает. О чем вы начинаете думать, ну, общаясь с, ну, вот, с человеком, да, что вас начинает волновать. Давайте попробуем на это обратить внимание. Если вы сможете увидеть, что конкретно вас напрягает, если вы сможете увидеть, что конкретно, ну, на что конкретно, вы обращаете внимание, вот, я думаю, я думаю, что ситуация будет лучше для вас гораздо. Вот, сейчас вы в данном случае, ну, просто очень в общем описываете, вот, то, что вас беспокоит. Сейчас вы очень в общем пишете, я помню, что вас, ну, волнует. Мне кажется, что этого недостаточно. Дальше, это все очень напрягает. А, не могу общаться с людьми, двигаться и жить в социуме. Ну, здесь, конечно, вы описываете проявление социофобии, да, нужно, в данном случае, посмотреть, действительно ли она у вас имеет место быть или нет. То есть, имеет ли место у вас на самом деле, ну, проявление, это, скажем так, социофобии, да, или все-таки это не так, скажем, скажем, не так критично. То есть, нужно здесь, на мой взгляд, нужно здесь постараться увидеть масштабы, ну, масштабы происходящего, вот, попытаться увидеть их. Потому что, если у вас, например, на самом деле социофобическое расстройство, вот, то имеет смысл обратиться к врачу-психиатру, либо к клиническому психологу, да, для того, чтобы этот вопрос, ну, постараться решить. Вот. То есть, психолог в данном случае вам, если у вас именно, именно вот, история про социофобию, психолог вам конкретно, это, наверное, не поможет. То есть, тут нужно в этом смысле вмещаться в свое врача и, соответственно, медицинская, ну, медицинская помощь, медикаментозное, возможно, лечение. Лечение. Вот. Хотя это, опять же, под вопросом пока, то есть, это не понятно, да, то есть, как вот это все, ну, у вас выглядит, скажем, скажем так. Вот. То есть, тут нужно смотреть, нужно смотреть, нужно смотреть. Вот. Выводов пока никаких я бы, я бы, наверное, наверное, не делал бы, ну, именно выводов, именно выводов я бы не делал никаких, потому что нужно сначала убедиться, смотреть. вот. Вот. Дальше. Дальше. Вы говорите о том, что, значит, хотите, ну, вот, что-то делать, да, хотите жить, как-то, и так далее. Вот. Это довольно интересный момент, потому что, опять же, какая цель. Дело в том, что, на мой взгляд, целеполагание очень важно, то есть, очень важно именно адекватное целеполагание, то есть, чтобы оно у вас, чтобы, ну, чтобы у вас, вот, целеполагание было адекватным, то есть, чтобы вы понимали. Значит, ну, то, что вы делаете, то для чего вы делаете, вот, и так далее. То есть, это очень важный момент. Если, вот, понимание, понимание того, ради чего, понимание того, для чего, например, вам общаться с людьми нет, то, соответственно, тут тоже будут проблемы, проблемы, будут сложности. Собственно, трудности в общении с людьми могут быть, в том числе, как мне видится, из-за недостатка общего, вот, если это недостатка, точек, точек, точек соприкосновения. Вот. А если у вас, вот, точек соприкосновения, ну, мало, да, если у вас точек соприкосновения недостаточно. Ну, вот, ну, как бы, при общении с людьми, вот, то, конечно, вы будете, ну, вы будете чувствовать себя не очень хорошо, опять же. Вот, это, надо сказать, абсолютно нормально. Вот. Вот. Поэтому, я бы, вот, постарался и на это обратить внимание, да, что я хочу, например, например, я хочу, допустим, общаться с людьми, да. Вот, эм, значит, эм, чего именно в общении я хочу? Эм, что именно в общении с людьми я хочу? Эм, что именно в общении с людьми мне нужно? К чему я, ну, как бы, к чему я стремлюсь? Ну, будучи, будучи, вот, будучи, эм, будучи заинтересованы в общении, да, будучи заинтересованы во взаимодействии, да, и так далее. То есть, что я хочу? Я хочу. Вот. Это важный момент. Потому что, эээ, если нет, эээ, целей, да, эээ, если нет цели в, эээ, ну, в общении, если нет цели, то это, конечно, тоже, то, что вас, ну, то, что вас будет, эээ, существенно сбиваться, эээ, существенно сбиваться, эээ, с толку, да, и, эээ, существенно мешать вам это, вам это будет. Поэтому на данный момент, на данный момент тоже, вот, пожалуйста, эээ, постарайтесь обратить, обратить, эээ, внимание. Вот. То, что, то, что хотелось бы сказать, эээ, ну, вот, сейчас, эээ, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Эээ, на этом всё, я надеюсь, что, эээ, вам, ээээ, мой ответ, ээээ, значит, пришёлся по душе, надеюсь, что, эээ, вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Ээээ, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, да, позволит вам эээээ, сформулировать, вот, что называется, эээ, такие, эээ, ну, базовые постулаты для, ээээ, своей, своей терапии, да, то есть, вы сможете сформулировать, сформулировать, сформулировать для себя, аэээ, то, что вам хочется, вы сможете сформулировать для себя, ээээ, направление, в котором вы хотели бы двигаться, эээ, именно вот, ну, именно в контексте, ээээ, психотерапевтической работы, вот, а дальше вам уже нужно будет просто выбрать себе психолога и начать работу, вот, то есть, проблема решается, но решается она, эээ, именно, вот, в процессе, ээээ, так скажем, индивидуальной работы, вот. Поэтому желаю вам удачи, вы большая молодец, что обратились за помощью, вот, но это только первый шаг. Спасибо. Спасибо.